Привет, братья и сестры! Сегодня у нас необычный эфир. У нас сегодня в гостях пастор Максим Кутенников, вы его знаете, и пастор Ярослав Краснов. Вы его тоже узнаете, уже недавно узнали. Братья, ну я предлагаю такой формат, что я буду озвучивать какую-то тему. Я вам говорил, что мы собрали какое-то количество вопросов, которые руководители, их жены, сестры скинули, и я их подготовил. Примерно будет у нас три вопроса, таких больших, крупных, но потом куда нас Дух Святой ведет, туда пускай ведет. Потому что я хочу, чтобы мы предоставили ведение этого общения в его суверенную волю. Потому что он где хочет, дышит, как хочет и так далее. Вот, поэтому одна из больших тем, то есть мы хотели все-таки обсудить, это вопрос гордости. Гордость и как она влияет на служение Богу. Но сразу хочу дать немножко пояснение, что там есть, ну как бы, грани, да. То есть вообще, чтобы мы ответили на вопросы, что такое гордость, причины возникновения гордости и как она проявляется. То есть это, но упор это все-таки служение, потому что мы хотим взращивать лидеров, хотим, чтобы это было для них хлебом насущным. И чтобы служило. Пастор Ярослав, вот гордость, откуда она растет и что это такое вообще? Ну, конечно, есть библейские местописания о гордости. Но я бы хотел вот сразу к примеру перейти. Вот за, как бы за этот пример взять пророка Илью. И вот, когда Бог его избрал, для того, чтобы он совершил служение, потому что через него именно пошло то слово, которое он получил, что три с половиной года не будет дождя на эту землю. И, а потом Господь ему сказал, а теперь скажи, что будет дождь. И началось великое служение, харизматическое служение, не зря его называют это Илья Громовержец, то есть служение огня, который был снесен на эту землю. И были, ну, как вот в этой истории поражено 850 там дубравных и других пророков. Вот такое, это просто вот, я просто даже вижу это как бы такое, ну, пророческая такая тема в отношении даже нашей страны. Потому что было время, вот, к примеру, возьмем 90-е годы, когда стали подниматься новые церкви. И в этой же теме мы реально пережили наркоманское пробуждение. Когда просто на самом деле брали, как говорится, мечи в уста и в руки и говорят, мы возьмем страну, для Бога нас никто не остановит. И потом, когда мы смотрим, что даже Бог не мог нас так, к примеру, остановить, как не мог остановить Илью. Потому что пришел такой момент, казалось бы, столько пророков было убито, и вдруг Езавель какую-то пишет записку о том, что я, говорит, тебя тут и тут и сделаю за то, что ты вот это сделал. И он, что-то с ним происходит. И я просто вот, я верю, что это было не без руки Господни. Потому что бывает, мы иногда так размахиваемся, и вот это тоже некая такая гордость в отношении того, что вот какие мы сильные, вот мы огонь на землю, забывая о том, что мы водимы Богом, мы водимы Духом Святым. И потом Господь допускает некоторые такие моменты, и Он сразу как будто с этой горы попадает под можжевеловый куст и уже ничего не хочет делать. И вот это как бы гордость, когда мы на самом деле на скале, мы на горе, и кажется, что мы вот все можем сделать, забывая о том, кто нас ведет. И второй момент, когда Он под можжевеловым кустом, а потом, но в пещере было, еще и в пещере депрессии называют у Него, другая сторона гордости. То есть вот первая сторона гордости, вот которая была, это то, что когда ты находишься на высоте, и ты превознесен, и все как будто ниже тебя Господь тебя избрал, как некую такую звезду. А потом вторая половина началась. Он начинает как бы перед Господом плакать и говорить о том, что типа вот я один остался из пророков. Это другая сторона гордости. Когда ты уже, казалось бы, внизу, и Бог тебе допустил такое пройти, ты такая жертва. И я типа один остался, что Господу пришлось его вот так встряхнуть, так скажем, ну если вот так за грудки, и сказать, слушай, да ты не один. Еще, говорит, семь тысяч пророков, которые таких же, как ты, я, говорит, прячу в пустынях. Поэтому вот я бы хотел вот две вещи такие затронуть. Первое, либо мы на высоте, когда превозносимся над другими, либо мы вообще ниже плинтуса, и даже тогда, когда мы ниже плинтуса, оказывается, в этом тоже может быть проявление гордости. Поэтому это либо идет вот как бы, ну такие причины, либо на самом деле ты не смог пережить вот эту славу, которая не тебе принадлежит, а Господа, потому что ты им сделал. Либо это наоборот тебя вот, как говорится, опустило, и ты даже в этих вещах, что я такое прохожу. Скорбный путь, оказывается, в этих вещах мы можем гордиться. Поэтому гордость, она имеет как бы две стороны такое, либо ты во славе, со всеми орденами, медалями, либо второй момент, ты как бы ползешь на карачках, ну вроде проходишь такой скорбный путь. Хорошо, давайте я уточню такой вопрос. Получается, что когда человек начинает обороты в служении, когда у него начинает что-то получаться, то первая проблема или первое препятствие, с которым он может встретиться, это прежде всего с собой, со своей гордостью. Что человек начинает приписывать славу Божью, я правильно вас понимаю, да, славу Божью себе. То есть он начинает приписывать то, чем Бог его по сути благословил, его служение, то, что это он может, то есть это он, это его рука сделала. И когда в таких ситуациях Бог останавливает людей, когда в таких ситуациях Бог приземляет, как мы говорим, садит на задницу, да, то следующая, как бы следующая сторона, да, или следующий вид проявления гордости, это то, что человек начинает жалеть себя. То есть меня никто не понимает, я остался один, да, я все это время тянул, это вообще, это я только из-за меня и так далее, и так далее. То есть получается есть две крайности. Максим, а вот как ты думаешь, что все-таки, все-таки гордость, вот у нас был вопрос, как она мешает служению? И мы сказали, что да, тебя первое может понести, второе, ты можешь просто испытать себе, к себе жалость. А ты какую-то еще грань гордости можешь раскрыть? Я могу видеть просто вот, откуда она берет свое начало, потому что если мы не понимаем корень гордости, то мы не знаем, как с ней бороться, откуда она берется. Потому что именно гордость – это первородный грех, потому что именно где это произошло, вообще первый грех где произошел? Это произошло на небесах. Первый, кто согрешил, это дьявол, сатана. Он возгордился, он решил поставить свой престол выше Божьего и был с ней спровергнут. И до сих пор мир, он как бы воспевает гордость. Он говорит, да ты что, это круто там, ты что, это знаешь, наступай на других, знаешь, по методу курятника, гать на тех, кто ниже. Ты должен идти вперед, неважно, что ты чувствуешь, ты должен быть такой, знаешь, крутой, сильный, там, не дай бог тебе там слезу пустить и все, и все. То есть смирение – это, наоборот, кажется, как некая слабость. И мы видим, что Бог, он вообще смиренная личность. То есть Бог, он любовь и он смирение. То есть он сотворил человека, и именно дьявол пришел, он обольстил, он его сбил именно с пути. И эта гордость, она вошла в человека, она вошла в греховную природу человеческой сущности. И она стала пребывать в человеке. Человек, как бы, стал заражен, заражен. То есть и после этого человеку, вот, ну, мы видим, что в Библии даже написано, что гордость, она предшествует падению. То есть и ты никогда не видишь. То есть понимаешь, иногда ты не видишь даже эту гордость, которую ты видишь. Ну, я думаю, что гордость, она ослепляет. Да, она ослепляет, потому что это как запах пота. Ты не чувствуешь, но если ты не будешь мыться, ты завоняешь. И с гордостью приходится бороться тебе всю жизнь, с этим работать. И вот сегодня нам очень важно поговорить, увидеть это, как это работает. Вот, допустим, сегодня сейчас Ярослав говорит про Илью. А я вот вспоминаю, знаешь, вот в Библии здесь, вот, Библия есть. И здесь 2-й парапоминон, 26-я глава. Здесь говорится, что был такой царь Озия. И он начал в 16 лет, представь, его поставили царем. И он здесь написано, смотри, 16 лет был Озия, и он делал угодное в очах Господа. И как он делал угодно? Он прибегал к Богу во дни Захария, поучавшую страху Божью. В те дни, когда он прибегал к Господу, с подспешства столкнул ему Бог. То есть, интересно, вот этот Озия, он молодой, он приходит, он ничего не знает. Знаешь, как бы, вот как мы приходим, говорит, Господи, прости, я там вот через что-то прошел. Все и все. И Бог, он же, конечно, он приходит, он благословляет нас. Он приходит, и он прибегал к Богу. Он прибегал к Богу, и Бог споспешествовал. И написано, смотрите дальше, что произошло. Он поднял очень сильно государство. У него там все шло. Он защиту выстроил там, орудия там, все-все. Бизнес попер у него. Все было на высоте. И вот здесь вот именно вот этот момент приходит гордость. Именно когда у тебя поперло. Вот она тебя ослепила, как ты говоришь, ты не видишь. Вот именно, знаешь, вот это вот. И дальше написано, смотрите, что он говорит. И он сделался силен, когда он сделался, возгордило сердце его на погибель его. И он сделался преступником перед Господом, Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кодильном. И здесь написано, что когда он это делал, он не мог это делать. Потому что только священники могли это делать. А он был царь. И это должен был священник делать. А он подумал, что теперь я все могу. И знаешь, и вот именно дьявол, он подстрекает. Давай, давай. Ну как бы воруй. Ты сильный в вере. Ты сейчас можешь то, что другим нельзя. Смотри, как тебя Бог благоволит. И написано, и смотрите, и воспротивился Озия царю. И сказал ему, не тебе, Озия, кодить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно. И не будет тебе это в честь у Господа. И разгневался Озия. Смотри, вот видишь, характер гордости. Гордость, она проявится. Гордость, она проявится. Или вот в этом вот состоянии, когда ты говоришь, я никто, я ничтожество. О, я такой, тоже другая сторона гордости. Тоже скрытая такая тайна. Я никто, я не добил кусок мяса. Я все, ой, ты кто? Да я никто. Ой, да я вообще. Все слава Господу. Да, да, да. Ой, я вообще, я... Червь, червь такой, знаешь. Ты не червь. Это неправильная заниженная самооценка. Это тоже гордость. Но тут, смотрите, вот именно гордость приходит, когда пришел успех. Небольшой успех. Ну как бы, ну у него большой успех. У человека может небольшой успех быть. И смотри, что происходит. И он разгневался. То есть он вышел из состояния смирения. Вот представляешь, и что пришло? Болезнь пришла на него. Написано, смотри. И он остался, разгневался на свече, и проказа явилась на него. И покрыла его проказом. Представляешь? То есть на него такая пришла неизлечимая болезнь. А почему иногда многие не могут разобраться какой-то проблемой? Потому что за некоторыми проблемами стоит гордость. А написано, что Бог гордым противится. Потому что природа Бога, она другая. И написано, что интересно, что вот этот Озия, он, смотри, он ушел, и он отдельно уже жил. То есть он не потерял царство, но он уже был прокажен. Ну как прокажен, отдельно, да. Прокажен. И смотрите, что интересно, что произошло. И книгу Исаии мы читаем, 6 глава, помните? Да. Что сразу тоже пришло. Что смерти царя Озии, я увидел Господа. То есть именно тогда, когда мы разберемся с гордостью, мы увидим просто, да. Потому что это самая большая проблема. Хорошо, давай я немножко копну. То есть, братья, о чем мы сейчас говорим? Что вот образы в Библии, да, то есть некие вот эти архетипы в Библии, которые указаны, то есть это может быть составляющим твоего характера. То есть, допустим, в каждом из нас может жить Озия. В каждом, чтобы это понятно, то есть нам надо озвучить, в каждом из нас может жить Илья, да. То есть некие архетипы вот эти такие, которые могут проявляться в нас. Вот, Максим, и мне знаешь, что понравилось? То есть интересно, мы с тобой не договаривались, и когда я готовился, я хотел прочитать как раз это местописание, ты высказал вот эту мысль, что давайте найдем корень гордости, да. То есть и гордость, она зародилась на небе, да. То есть и первым, кто возгордился, да, это был дьявол. И вот это классическое местописание, оно известно. Вы понимаете, про что я говорю, это Якова, да, 4 глава. Смотрите, откуда у вас вражда и распри, не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, чтобы употребить для ваших вожделений. Привлебодей или привлебодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом мира, тот становится врагом Бога. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать. Посему сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И вот интересная мысль, я сейчас хочу дальше. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех вас до обратится в плач, радость, печаль. Смиритесь перед Богом и он вознесет вас. И вот эта мысль интересная, что здесь, вот это местописание, оно ярко нам говорит, вот это, ну как сказать, некое противостояние дьявола и Бога. То есть здесь написано, что Бог гордым противится, да. Он говорит, итак, противостаньте дьяволу и убежит от вас. То есть получается, проявляя смирение, мы противостоем дьяволу. Проявляя гордость, мы что? Мы вызываем противление Бога. Бог против нас выступает. То есть гордость это некий, ну, то есть это некое поклонение либо Богу, как в смирении, или поклонение дьяволу, как в гордости. Гордость это вирус. Вирус, который в человеке. И понимаете, вирус, который в человеке. И вот человек сам по себе без Бога, это, так скажем, животное. Человек без Бога, он обречен. Это все. Вот почему, вот именно, в чем была отрава человека, дьявол в чем отрава? Что тебе не нужен Бог. Ты можешь сам. То есть три обмана. Это живи для себя, живи для личностной выгоды и живи для материального. Ну вот здесь мы читаем, что вы не можете достигнуть. Вы хотите и не можете. Вот, да. И поэтому, поэтому есть противоядие, есть антивирус. И антивирус мы не можем. Мы как христиане, мы должны понимать, что в центре нашего христианства это крест Иисуса Христа. Это крест Иисуса Христа, где Иисус Христос, написано, показал нам вот это искупление, то, что Он совершил на кресте. То есть крест, это именно то противоядие, которое может нас освободить, через которое Бог приходит в нашу жизнь. Понимаешь? Бог именно приходит в нашу жизнь через ту голговскую жертву, то, что написано Иисус Христос. Он сделался по образу, он сделался как раб. Он не из жена запустился. То есть он смирил себя до смерти, смерти крестной. То есть и вот Иисус Христос, Бог, когда мы с Богом, мы можем быть по-настоящему той целостной личностью, которую Бог нас сотворил, задумал. Если мы без Него своими силами пытаемся, да мы не можем, вот именно мы будем с крайности в крайность. Потому что Бог сотворил нас, чтобы мы были соединены с Ним. Понимаешь? Бог сотворил нас так, чтобы мы были подотчетными личностями. Понимаете? И когда мы выходим из подотчетности, вот почему Бог поставил в церкви, посмотри, вот допустим, смирение, смирение, оно идет в контексте послушания тем, кого поставил Бог в нашу жизнь. В контексте именно идет подотчетности. Почему написано, что покоритесь Богу и противостоять ей? А как покоритесь Богу? Там конкретно написано, чтобы вы повиновались, младший, повиновались пастырям вашим, лидерам. То есть есть подотчетность и прием. Нет человека, который сделал себя сам. Понимаешь? Когда человек говорит, я сам с усом, все. Вот то, что Озия сделал. Он начал противиться, то есть священнику, того, кого поставил Бог. И смотрите, в чем гордость сокрытая. И я слушаю только Бога напрямую. Мне никто не нужен. И вот это вот ложь. Вот это обман. У меня свои отношения, да? Да, да, да. Как написано, ты можешь любить Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, не любишь? Лжец. Написано, лжец. Как ты можешь послушаться Богу, которого не видишь, а не послушаешься того лидера, который поставил Бог, пастыря, которого поставил Бог, или которого Бог послал в твою жизнь, наставника, да, сегодня, духовника такого, который тебя сегодня ведет. Он, может, тебе не очень нравится даже, но Бог его поставил. И он сегодня корректирует тебя, и он в твою жизнь говорит. И это тебя смиряет очень сильно. Это проверяет твое сердце на твое состояние. что это тебя, тебя это раздражает, или еще что-то, ну, ты работаешь с внешними факторами, вот если вокруг все изменится, и я буду тогда хороший, но именно из тебя лезет то, ну, если на тебя надавить, из тебя именно лезет то, чем ты наполнил, понимаешь, и вот и все. Ну, вот известное местописание, вот, наблюдайте за собой, чтобы какой горький корень не заразил вас и не причинил вреда, и вот что интересно, я, значит, всегда смотрел это, как на такое единственное число наблюдайте, и тут я, как бы, посмотрел греческий перевод, оригинал вот этих вещей, и там именно наблюдайте, это не мы наблюдаем, вот что, вот я хочу поддержать вот эту тему, а наблюдайте, там греческое слово епископеа, то есть, по сути дела, когда мы смотрим, мы привыкли к епископам, епископ это тот, ну, как будто назначен и так далее, а здесь епископеа тут говорится больше о функциях, а не просто о месте каком-то, то есть, вот когда Максим говорит о том, что люди от Бога, потому что есть люди, которые, они могут быть епископами, архиеписками и так далее, но это не те люди, которые реально тебе от Бога, поэтому в этом вот должно быть, как бы, общение с Господом, ну, чтобы на самом деле в твоей жизни были люди от Бога, и вот эта епископеа, оказывается, это люди, когда? Да, потому что гордость, она делает слепым, огорчение делает слепым, обиды какие-то, вот эти епископеа, в смысле, люди вот как наставники, потому что оно переводится в двух значениях, с одной стороны смотрящие, а со второй стороны врачи, потому что у нас часто одну сторону, вот типа, и вот я наставник, я вот только смотрю за тобой, и как бы ты что плохое ни сделал, но там второе значение, врачи, это значит, на самом деле, это всем сердцем, это любовь, это как врачи дают, к примеру, клятву Гиппократа, которая реально вкладывается в жизнь людей, и вот тогда получается, что мы с вами нуждаемся просто в этих людях, потому что, когда мы смотрим, вот в отношении того, что, к примеру, человек, он говорит, я там сам с Богом, но, смотрите, ведь есть крест, у него есть вертикаль, и у него есть горизонталь, без горизонтали или без вертикали, у нас, понимаете, две крайности, либо мы реально только Бог и никто другой, но это не крест еще, без горизонтали, либо у нас только горизонталь, вот люди, даже если они от Бога, но не Бог, поэтому в нашей жизни должно быть, ну, как бы отношение с Богом и отношение с людьми, которые от Бога, и вот тогда получается, номер один, у нас должно быть общение с Господом, ну, в смысле, наши отношения, второй момент, это, знаете, как некие такие круги защиты, если у нас не будет тут именно личных отношений с Господом, тогда у нас, как бы, теряется одна из линий защиты, которую может пробить идеал, вторая линия защиты, если у тебя есть семья, то, конечно, как мы говорим, да, что семья это наш тыл, да, и мы должны, как бы сказать, в этом отношении, потому что, ну, кто нас, как говорится, утешит, когда у нас, ну, проблемы, допустим, в поле, на работе и так далее, третий момент, в нашей жизни должны быть люди, которые, ну, как бы сказать, если мы сами наставники, то, как бы сказать, есть люди, которые у нас, которым мы помогаем, да, и вот мы должны стать для них вот этими епископе, то есть не только смотрящими, но и врачами, потом следующий круг, это люди, когда... Подождите, потому что мы пока далеко не ушли, то есть вот эту мысль важно проговорить, что наблюдайте за собой, чтобы какой горький корень, то есть мы вот всегда думали и читали это местописание, что я должен следить за тем, чтобы какой-то горький корень в моем сердце не образовался, но, братья, чтобы вы понимали, вы, будучи руководителями и старшими, вы должны следить, чтобы в коллективе, чтобы в этих отношениях братских, то есть не возник какой-то корень и не причинил вред многим, то есть получается то, что, оказывается, это функция старшего брата, руководителя, пастора, наставника, который должен пищись от стадии, который должен заботиться о стадии, и это важно на самом деле, то есть это хорошая, классная мысль в том плане, что, ну что, ну следи за своим сердцем, оказывается, нет, мы должны не просто... Ты можешь быть слепой. И вторая мысль, хочу подытожить, что как бы тут немножко, как сказать, для... Нужно повторять по два раза так, можно, да, так я буду ничего, так что вы не думайте, что это я как бы... Вас я просто проговариваю. И следующая мысль, что наблюдать, это не просто обличить, да, это не просто наказать, а наблюдать, чтобы какой горький корень не причинил. Это что? Это выявить, и что? И решить проблему. Врачевать, помочь. То есть это как клятву от Гиппократа, не навреди. То есть вопрос, когда мы обличаем, вот недавно у нас тема была, такая цель всякого вещевания, есть любовь от чистого сердца и доброй совести. То есть любыми действиями в отношении братьев и сестер, кому мы служим, они должны быть что? Должна быть любовь, то есть должна быть любовь. И хорошо, дальше, если вы помните, про что дальше? Ну, я в принципе это, может быть, сильно погрузится, но у тебя просто, смотрите, отношение с Богом, отношение в семье, если она есть, отношение с людьми, которые как бы ниже тебя, но, как бы сказать, ниже не в смысле как люди, а в отношении, ну, служения, к примеру, ты наставил. Иерархия. Да, потом, к примеру, и обязательно, как бы в твоей жизни есть еще, но ровнее, как бы такое, ну, как бы если грубо сказать, ну, к примеру, я бы к тебе, Сергей, пришел, вот как бы сказал, ну, просто вот так, если, ну, как бы, ну, как друг, допустим, вот меня там где-то что-то достало, и иногда вот хочется сказать, да, я уже не могу смотреть на эти лица, меня уже все достали, я уже даже в церковь, к примеру, не хочу ходить, и я пришел, тебе в бане, это все вывалил, вот такие вещи, и ты, понимая, Ярослав, короче, аллилуйя, у меня тоже такое бывает, и мы как бы можем поговорить, я не могу вот это открыться перед теми, перед кем я должен быть всегда сильным, обадривать вот такое, и поэтому, и из этого выходит что? что надо мной, вот это тоже должен быть, но надо мной, но в позитивном смысле, кто-то человек, который может принять твои исповеди, который может поправить тебя, потому что, если я как бы сказать, я почему эти вещи осознаю, опять, пример Илья, он же практически, ведь он разошелся, его Бог не остановил не просто из-за гордости, а гордость ему мешала исполнить волю Божию, какую, он же ему сказал, посмотри, говорит, ты потерял меня, говорит, я, говорит, не в огне, я, говорит, не в ветре, раздирающем горы, я вот не в этом пробуждении порубить пророков, я, говорит, веяние тихого ветра, ты меня, говорит, потерял, а в этом веяние тихого ветра ты потерял волю Божию, потому что сейчас, я почему за Россию говорил, было время, когда мы махали шашками, пришло время, когда мы должны стать вот такими епископе и увидеть, что рядом с нами есть вот такие Елисеи, и он, говорит, иди, ты высвободи, говорит, свое помазание, то, что ты имеешь на Елисе, потому что, говорит, ты скоро, говорит, будешь забран с этой земли, завтрашний день не обещан никому, но ты, говорит, оставишь вот это помазание, которое я хочу увидеть в Елисеи, который продолжит свой путь, мы призваны делать вот именно такие, как мы, вот учеников, и вот эта гордость, она просто, мы думаем, что вот как в 90-х началось, и мы так пойдем, и это всегда будет так идти, а Господь говорит, слушай, стоп, все, людей собрали, а там же за ним никто не пошел, ни царь, мне кажется, уже стадия пришла такая, что уже многие ныть начинают, да вот, меня никто не любит, да я это самое, да все, мне кажется, уже к этой стадии пришли, значит, 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 да, направлен на, не, я просто, я в этом отношусь, ну, идем дальше просто, не останавливаемся, главное, как будто, Максим, рубануло же нас, как будто такое, мы же, мы же с ним, ну, как бы сказать, мы достаточно, ну, люди успешные были в свое время, ну, и мы с тобой разговаривали, Сергей, в отношении того, когда вот столько центров и так далее, и вдруг, вот как будто, рубануло, мы сейчас что можем, либо огорчиться там, на власть, или еще там на кого-то, вот там помешали, но с другой стороны, если мы просто огорченными выйдем, эта сторона, ее никто не отнимает, но в этом огорчении, как бы, мы можем найти Бога, и сказать, Господь, ну, это, я сделал из этого хороший вывод, алило, я даже благодарю тех, кого ты использовал, допустил, ведь Богу так можно, закрыть все, но тогда я вышел другом Иисусу Христу, я вышел с правильным сердцем, вот как выйти надо, а не просто там, ну, все, такая-то страна, и тогда все остальное, страна, братья, да, блин, смотрите, интересный момент, я вам конспект свой не скидывал, то есть, вот это самое, Макс, вот ты говоришь про то, что гордость где родилась, что это противостояние, и следующий момент, вот хочу я, чтобы, ну, озвучить, что на самом деле, в чем, ну, как бы, суть, вот в этом же месте Писания, которую мысли я хотел, смотрите, приблизитесь к Богу, и приблизиться к вам, очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрышайтесь, плачьте, рыдайте, и смех ваш обратится в плач, и радость в печаль, надо проговорить, что, понимаете, гордость, это не просто ошибка, гордость, ты свернул не туда, и пошел там, и кому-то сказал слово дурак, гордость, она нуждается в покаянии, то есть, вот это важно, почему здесь написано, что очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, то есть, оказывается, гордость, она вот это двоедушие, оно близко к лицемерию какому-то, и мы не можем просто сказать, сегодня я гордый, завтра не гордый, то есть, Библия здесь конкретно говорит, ты должен покаяться, то есть, тебе нужно покаяться, то есть, вопрос гордости, и вопрос приближения к Богу, Это как раз вопрос покаяния. То есть ты не можешь просто сказать, ну, Господи, ну, ладно, был гордый, сейчас не гордый. И здесь прямо написано, сокрушайтесь, плачьте, рыдайте, смех ваш обратится в плач и радость печали. Смиритесь, пиздец, Бог, Господом и вознесет вас. То есть вот важно это понять, что ты не можешь просто сказать, ну, да, я гордый, сейчас я не гордый. Нет, гордость это все-таки то, что пришло с неба, как ты сказал. То есть гордость это часть характера кого? Дьявола. То есть а дьявол это кто? Это который хочет убить тебя, который хочет не только тебя убить, но и тех людей, кому ты служишь, по сути. Если ты служишь в гордости, да, вот мы говорили, влияние гордости на служение. Если ты служишь в гордости, если ты служишь в высокомерии в каком-то, то есть если ты, и ты будешь не только себя топить, ты будешь топить. А я просто, знаешь, что я скажу тебе, просто я, допустим, ну, я стал иметь страх Божий. и по не пойди в каком смысле что гордость в чем она ее опасность ну как бы понимаешь ты когда начинаешь жить богу как один муж божий скала невозможно услышать от бога и чтобы не пришла гордость помнишь даже петр он услышал христос это это сын бога живого ты миссия и дужи рекламе ты карнаты к их результаты камень ты на тебе буду строить там церковь мы дальше уже было что свяжешь здесь то там будет откровение подняла тебя поднял и он уже такой приходит иисусу христу а иисус начал дальше им план открывать он уже приходит вере слушать это ты чего подумай там о себе зачем тебе на крест идти на же тут так не более что скажу то будет на небе договоримся ты сейчас уже должен понимать что я бог говорю как бы а он уже говорил от дьявола душевной мудрости и христос мускал отойди от меня сатана и его я же дело в чем что что мы должны понять что апостол павел он тоже тоже у него было мощное служение посмотри сколько церкви открыл сколько всего 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 он делал у него откровения были на небесах был такое все а потом наш что-то пришло в его жизнь внутри него это гордость начала подниматься и пришел компенсирующий факт написано что дано мне жало вплоть ангел сатаны чтобы удручать меня и понимаешь ты должен следить за эти за этой гордостью чтобы не пришло друг не пришел противовес твоей жизни понимаешь потому что если я вижу что я начинаю уже а как происходит здесь вот я бывало брал собой ну поездки молодых служителей давала микрофон когда помазание приходит бог же может хотя даже осла употребить и смотришь он уже по проповедовал там кто-то исцелился от насморка у него число уже что-то не устало получать и смотришь он не просто идет а уже вот прям прилетит крылья у него прям парит я смотрю ему сейчас я сейчас смотришь потом брык придавила там ой там там ты можешь понятно слушай почему потому что гордость она открывает двери все еще и вот это вот приходит вот этот вот компенсирующий факт и поэтому зачем тебе гордость она тебе не нужна гордость гордость она приводит к падению или нужно затем разговаривать просто дело какой в какой момент как это приходит потому что мы поднимаемся мы поднимаемся это здорово мы поднимаемся бог поднимает нас но потом мы упираемся и многие знают что уперлись сегодня в бога они у дьявол да я хочу двигаться дальше на что допустим спорте и приходит момент плата до такой плана это путям перестать мышцы расти ты перестаешь уже знаешь двигаться вперед и плата такой и вот сейчас у многих такой плата и ты вот поднялся и уперся и думаешь как это стену сломать, а очень просто стену сломать. Ты поднялся, а теперь спускайся. Вот. И вот как раз Сергей сказал, как спуститься. Вот там написано покайтесь, грешники. Вот дело покаяния. Потому что мы надо думать, что покаяние одноразовая вещь. А покаяние... Дело в том, что ты сказал, что это зараза. Это семя. Понимаешь? Оно, которое в тебе зародилось. Нам надо прийти к характеру Бога. Да. И для того, чтобы его убрать, есть такое слово аборт. Вот этим вещам, точно так же, как вот аборт в негативном смысле, покаяние делает аборт тому, что было не от Бога. Для чего? Для того, чтобы освободить место. Для чего? Для Бога, в котором нет вот этих вещей. Вот мне вот на память пришло Исаия 66 глава, там второй стих написано. Ну, а первый стих, он очень интересно говорит. Он говорит о том, что значит, где построите мне дом, говорит. Говорит, небо, говорит, это мое. Престол мой, а земля под ножи ног. Да, земля под ножи ног моих. И он дает намек на то. А вот на кого я презрю. На смиренного и на сокрушенного в сердце своем. И вот смотрите, на третьем месте трепещи еще перед словом моим. То есть он намек дает, что я хочу жить в тебе. А он может жить в сокрушенном и смиренном человеке. И тогда мы по-настоящему сможем трепетать над словом Божиим. Вот у меня такое откровение по этому трепету в каком? Ну, вот чтобы более практично было. Ты, к примеру, получаешь слово от Бога. И вот смотрите, сколько сомневающихся, сколько, а то ли будет, то ли не будет и так далее. А ты не сможешь отрепетать над словом. Это значит стопроцентно уверовать. И как Бог сказал, точно так все и будет. Потому что, смотрите, интересная вещь была в скине. Когда они подходили к умывальнику, ведь умывальник он из меди был сделан, это прообраз слова Божьего. То есть, если там был прежде всего жертвенник, то на жертвеннике мы должны были умереть, как Иисус Христос, а мы вместе с ним умерли, да, и воскресли. То есть, умирает все то, что было как бы, ну, человеческого, твоего, вот этого зора. А умывальника ты должен на себя смотреть так, как смотрит на тебя Бог и как смотрит на тебя Слово Божие. Что ты праведник, что ты дитя Божие, там, что ты исцелен, что ты наследник и так далее. И вот смотрите, интересная вещь. Если ты не трепещешь над этим словом, то ли с ней веришь, то тогда это тоже форма гордости, поставить свои чувства, а я не чувствую, что я дитя Божие и так далее, выше того, то есть, свой взгляд поставить выше, чем взгляд самого Бога, который на тебя. Если он сказал, если он сказал, что ты дитя Божие, то ты дитя Божие. Если он сказал, подошел к смоковнице, на которой написано, что типа не время было созревание плодов, значит, у нас должны быть плоды во имя Иисуса Христа. Иначе мы тогда горды, иначе мы тогда не верим, но вот в Слово Божие. Поэтому смотреть на себя так, как смотрит на нас Господь, это тоже смирение и сокрушение. Сейчас вот мы можем плавно перейти к лидерству. Вот к лидерству. Я хотел, кстати, сказать об этом, мы переходим к лидерству, но еще одно местописание как раз в контексте того, почему я сейчас озвучиваю, как повторяю, проговариваю местописание, потому что мы их выведем потом в местописание, чтобы можно было разобрать. 1 Петра, 5 глава. Так же и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг друга, облекитесь смиренно-мудрее, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Своё время. И дальше, все заботы возложите на него, ибо он печется о вас. Трезвитесь, бодрости, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как пылькающий лев, и ща кого погубит. Оказывается, дьявол, он кого поглощает? Когда ты в гордости. Вот в чем фишка. Противоставьте ему твердой веру, зная, что такие же страдания случаются с братьями. То есть, на самом деле, то есть, еще одну мысль, которую я хотел сказать, что гордость, она нуждается в покаянии. Гордость нуждается в покаянии. И более того, почему нужно умываться, да, от Слова Божьего, да, трепетить, почему нужно трепетать перед Словом Божьего, почему? Потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. А здесь написано, что мы можем дьяволу противостоять чем? Твердой верой как раз. То есть, для чего нужно умываться, для чего нужно принимать Слово Божье, для чего нужно преломлять, для чего? Для того, чтобы иметь силы, то есть мы не можем просто, сегодня горжусь, завтра не горжусь сегодня гордый, а завтра смиренный нет, у тебя смирение придет только через Слово Божье, только через Слово Божье и вера придет, да и тогда противостаньте ему твердой веру, зная, что такие же страдания случаются ну братья, ну давайте, хорошо, вот очень хорошо мы покопались, еще вот прям вот в этом контексте можно еще добавлю, просто недавно читал местописание, Бытие 16 глава и здесь история говорит про Сару и Агарь, помните вот Сара, и Сара не могла родить, она дала Аврааму Агарь, чтобы от нее родилась, и что произошло вот это вот Агарь, она начала превозноситься над Сарой, а Сара была госпожой и вот здесь вот написано, и сказала Сара Аврааму в обиде моей ты виновен я дала служанку мою в недра твою а она увидела, что зачала и стала презирать меня, Господь пусть будет судьей между мной и между тобою, Авраам сказал Саре, вот служанка моя в руках твоя, сделай с ней все что угодно представляешь, и Сара стала притеснять ее и она убежала от нее, и нашел ей ангел Господень у источника воды в пустыне источника на дороге к Суру и сказал ей, Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и идешь и я вот бегу от Сары и дальше и дальше, и ангел Господень сказал ей возвратись, Господи, твои и покорись и покорись и смотри, что произошло и сказал ей ангел Господень и умножая и умножая потомство твое так что нельзя будет сочесть его то есть он ее возвращает обратно но чтобы благословить ее, он говорит тебе нужно покориться сейчас тебе нужно покориться сейчас и вот одно я хочу вот сейчас вот добавить к этому свидетельству моей жизни потому что у меня был момент такой один у меня было служение на таком уровне хорошем тогда пастор меня поставил декан близко к школе я поехал собирать студентов и все было так классно и вдруг меня сильно атаковала болезнь и я фактически мне нужно было пройти серьезное лечение я молился, верил как так у меня больные исцеляются а я сейчас это прохожу и мы знаешь, как мы знаем все трюки я исповедую я молюсь я там жертву даю я там все, а ничего не работает и я такой говорю Господь, что делать-то? и представляешь и у меня служение такое все, все, все и я молюсь я говорю, Бог, а что ты хочешь? вот здесь вот момент приблизи к Богу когда ты приходишь и говоришь, Бог, в чем проблема? то есть помоги мне то есть ты готов к покаянию может ты не понимаешь даже в чем кается что происходит с тобой? что такое? и мне Бог говорит у тебя проблемы с гордостью я говорю, Господь, ну как проблема с гордостью? я же так же служу я посвящен тебе и все, и все и знаешь, что? и мне Бог показал слово дает что я со смиренными, сокрушенными сердцем жертва мне сердце смиренное и сокрушенное я говорю, а как мне это быть? и Бог говорит иди к пастору Своему и покорись Ему и я прихожу и говорю, пастор прости меня потому что я знаешь такой был горячий я такой даже думал что где-то пастор мне мешает даже знаешь, я говорю даже пастор я даже думал что вы мне мешаете чтобы что-то делать потому что я хотел а Бог от меня хочет не чтобы я там делал какие то вещи чтобы я сейчас сердцем поработал покорился и когда я покорился всяких бог пришел именно через ответы я восстановился и пришло исцеление в этом в смирении через смирение вот я увидел что бог начал меня поднимать иначе мистки откровения часов разговаривать то есть я вы хочу вам сказать что это на самом деле работает и хочу сказать это раба подотчетность в упани показал что что подотчетность помогаете бы расти никто не без подотчетность не может расти то есть это хорошо разнесет в свое время смиритесь и вознесет то есть смирение это необходимо необходимо условия для возрастания в боге во христе и укрепление гордость ноты как в контесте тогда выходит что она может быть корнем и нашей физической немощи даже болезни выходит но до 100 процентов и конечно